дорогие друзья рад всех приветствовать уже поздний вечер время 22 часа 1 минута в москве и пятница 25 марта долгожданный эфир с алексеем арестович как мы обещали вот к счастью этот эфир состоится алексей рады видеть взаимно но два часа два часа ждали вот уже 65 тысяч на выезде был понимаем то вот сейчас мы поспрашиваем что там и как но начнем не теряя времени с того что произошло за день а потом расскажу что тут москва рассказывает москва за день особо ничего не произошло такого боимся в тех же местах с тем же значением с контакт был авиационный удар по район бендица не авиационный ракетно у нас по предварительным данным без жертв заявил губернатор области почти выше выше близ николаевской области сейчас уже херсонская только бои в мариуполе грохнули очередного старшего командира под харьковом сходили пару дач на контратак наш чернигов поджимают неприятно сейчас очень так это причем явно пытаются превратить во втором мариуполе в этом же это просто не жалея ничего и был ранен на журналисты приемка сегодня там провели сам городе наряду и как бы очень известно да и вроде как так вот на вскидку вроде все на визюме в изюме что происходит визюме город не взяли наши ошибки пока пока стабилизировалась но тут он город все-таки пополам поделен между украинцами и москвой да да он же широкой разделены соответственно так так и поделим городом наши удерживают наши удерживают более высокую часть и выгодные бары так сегодня к нашему коношенко точнее один из генералов заявил о том что потери есть вот потери российского минобороны исчисляется 1350 человек ну где-то так за весь период боев то есть мы видели три цифры первое это нет потерь вторая это 500 человек и вот сейчас заявляет 1350 а вот скажем так это прогрессия она чем объясняется они решили не скрывать тех кого уже привезли в качестве погибших и там не знаю хоронят и их действительно как скрывать этих больше 500 там в два с половиной то и три раза вот как это объяснить все очень просто только поэтому в частности и вся подобная компания которая формирование которое ведется со стороны украины но невозможно как как в россии за информационный пузырь не сажали на сейчас сколько смотрят людей с россии десятки сейчас нас не ну конечно конечно есть очень много результатов которые люди по миллиону просмотра у тебя у меня там около того значит ясно что ясно что люди понимают что реально информация доходит скрывать это невозможно бесконечным обвинять ты же обвиняем несколько раз на поддержание крайних эфиров что они не сообщают по потери несколько раз это тему существовало видимо решили вышли что-то сказать признали почти в два с половиной два и четыре раза больше и чем прежде да ну типа вот конечно вы есть про просто пересчитали календарную дату и признать ну то есть если бы их не дергали они бы так и продолжали до продолжим молчать дергание дергание имеет значение не наверняка потому что во первых и кто хоронит к тех кому приходят похоронки они же понимают что исчисляются там в одном регионе только десятками где-то сотнями но простите если в одном только регионе а со всей россии везут ведь там и срочники и контрактники и все другие те кто сверх срочники то что раньше называли то есть что делали что делали когда старались дергать подразделения и добровольцев из очень разных районов чтобы расходить гробы расходились неравномерно не в одну-две области распределяли размазываются в целом терялись но сейчас даже по региональной прессе российской очень хорошо видно что туда привезли три гроба туда 6 если на каждый у нас есть люди которые там анализируются они говорят что но даже маленькие 25 тысяч 40 тысяч даже по 23 по 23 трупа привезли но если по россии посчитать это же колоссальная цифра но свежие данные у нас по 200 бригаде морской пехоты российской значит приехала батальона тактическая группа это печенька приехала батальона тактическая группа в украину 600 что-то там 48 человек 600 чем-то 600 да и осталось живых только трое двое из них ранее один уцелевший из всех но они погибли в каком районе где их они в зоне у вас их использовали да и там они убились подготовку наоборот второй момент начинал и в разных листах там дергали но преимущественно зоне ос значит второй момент и хайпа харькова кто туда два места второй момент седьмая десантно-штурмовая дивизия на же пор из новороссийск значит там скандал грандиозный потому что военнослужащие одного из полков и более 50 процентов написали что они не хотят принимать участие в конфликте несмотря на то что он сразу угрожают многодам заключения они сказали менее мы как бы на это пойти не можем отказались в ростовской области вроде как 12 как раз таки представляет их интересно это омоновцы какие-то отказались ехать обсыпается эта история понимает народ что абсолютно безумная война безум который российскому народу не нужно привыкли до причуду группы нескольких товарищей кремле как быть за которую почему-то должны погибать русских годах по 16000 и тут же еще сюрприз как бы командующий 49 армии по нашим предварительным но у нас очень высокой вероятностью до погиб на 10 юбилей ну то есть вот такая история как вы следу генерал-лейтенанты как мухи то о чем говорит но вот спрашивают люди интересуются херсоном здесь какая-то перспектива есть дальнейшего пентагон радостно объявил что мы как уже чуть ли все не подбивали я русские некоторые город россиянина но это не так как бы трезво будем рассуждать трезво прижали их сильно к правому берегу днепра но все еще все они все еще боюсь это преувеличение но если допустить что все таки там не знаю через неделю через две там раньше ли позже ли допустим вдруг херсон освободят при общей позиционной ситуации той же которая есть насколько это катастрофический эффект может произойти единственный региональный центр который занимает сейчас российской армии и если вдруг раз и все и как же так вот чтобы она тоже только за не так занимаешься вчера на облсовете вывесили огромный флаг украины демонстративно занимает она относительно не пытаются похищать там активистов мэров там и так далее так далее там рассказываешь успевали апреля будет тут россия рассказывать о всем эту сказку знаете на не знаю с 1 апреля будет россии и если заберем это будет катастрофический эффект для пропаганды военной потому что к нашел кому придется объяснять как это так они потеряли херсон во вторых это будет либо говорить мы его не потеряли говорить не потеряли это будет катастрофа для всего движения с юга потому что тогда поджимается группировка в районе новой каховки тогда же поджимаются те которые броня наркодар и запорожье прямо пересекаются и пути снабжения вообще ситуация и мариуполь мариупольская группировка начинает разворачиваться потому что считайте не заходят в тыл там не так не так не такие великие расстояния поэтому тут не может быть горе причем это горе сделать это надо сильно постараться еще не все так просто выявлять трудно это вот это героическое взятие херсона обратно но не надо ждать его ни завтра ни послезавтра это это непросто хорошо но вот ситуация вокруг киева потому что разные источники по-разному тратить причем мы сейчас говорим не о московской пропаганде а кто-то заявляет что там чуть ли не кольцо кто-то наоборот это отбросили границы кто-то говорит что принципе позиционно ничего не сразу никому до сюда никого не отбросили полукольцо осталось полукольцом дальше продвижения нет потому что достаточно серьезные силы вокруг еще такие вы находятся российские идут позиционная возня они нас мы ехать про все не просто так что быстрых быстрых и легких успехов здесь не надо ждать отжали от киева слегка задач или там в том месте где они находятся тоже хорошо что касается пропаганды то вот здесь как раз тот случай когда можно и послушать потому что российское министерство обороны в этот раз официально объявила что она меняет цель компании а это что-нибудь доступ конечно объявили они в основном браво браверном своем тоне где типа первой цели компании выполнены как будто мы не помним какие цены цели и какие сроки компании назывались первые то прошло вообще этапов была одна одна молниеносная компания теперь же этапы и вот заявили что типа речи не идет о штурмах городов хотя мы конечно можем сейчас вот задача типа сохранить контроль над зоной у сну там где-то называемого мрднр расширить то один вопрос отчеток поскромнее ли если операция развивается предельно успешно все цели выполнены и погибло всего-то 1400 человек как же так чем только могучая вторая армия мира начала менять цель компании потому что уже не даже на их уровне официальные брехни невозможно не признавать того что ни хрена не получается и над изображать хорошими на протоку при плохой игре и показывать что ну знаете так и было задумано самого начала на самом деле даже карта есть но это отражается и по передачам соловьёва на его этом говноканале на его говно передачи потому что там уже начались нотки про то что оказывается второй армии является не российская украинская но за в европе да это это как это они нам рассказывают что тут как бы вообще такое ощущение что воюет китменями оказывается ни хрена подобного к 2 1 фашистского режима пропаганда это утверждение одновременно что противники слабые утверждение что противник и слабые сильно то есть и это никого никого не смущает не производители не потребители когда гонится примерно следующее что да и вообще ничего не стоит эти под позорное войско рука украинское руководство тупор и украинский народ развалился и почему силы не могут сопротивляться и тут же на голубом глазу произносится что коварные наемники подготовлены вооруженные западом прекрасно быстро как же мы быстро то есть и вы листер не можем принять конечно такие звери приходится так долго возиться если точно покорила благополучно существует головах этих людей никто никто даже не задается вопросом как это может быть двух соседних предложений так мне андрей андреевич пианковский написал как раз таки интересуется что сейчас узкобеева и у этой ну падла там такая есть пропагандистская что там уже какая-то сука очередная заявляла на самом деле горит и цели ты не был настолько днр лнр конечно конечно чем можем поднять их же передачу что они рассказывали вот вот комментарии по поводу все же переговоров на твой взгляд как тебе кулеба министр иностранных дел сказал что на самом деле никакого прогресса такого переговорах нет но он парировал как бы другие заявления что в общем понятно что москва хочет всего опять украина ничего не даст сегодня было здесь сегодня было дивное заявление некого турецкого журналиста который заслался на президента турции эрдогада что якобы согласовали русский язык согласовали что там нато согласовать демилитаризацию для ограничения вооружения все проголосовали согласовали только крым и донбасс но все кто знает что происходит на переговоре его посмеялись кулеба вышел тут же с опровержением местного странных дел потому что даже сразу покатилась рада в украине есть такие специфические люди которые всегда иностранцы верят больше чем в свои типичные русские черта они ходят в вышиван когда борется с советским союзом которого 30 лет как нет но отчаянно но на самом деле в лучшем в идеологическом смысле полные его наследники хотя говорят хорошим украинском языке все нормы голоса сказали значит так оно и есть а то что говорит руководство это они скрывают это не сволочи до базарки ну как бы слава богу что в основной массе народ трезвый и нифига в это все не поверил конечно на чем мы таком не договаривались просто стоит и кулеба да абсолютно прав как бы переговоры мы мы заняли сильную позицию принципиальному защиту на сам и стороны согласовали как мне кажется как этому нужно назвать назовем это так таблицу разногласий дальше которых никто не хочет опираться решить это могут либо президенты встретившись либо там ну какие-то главы миг например там еще надо учитывать что-то не двусторонние переговоры постоянно приходится по почетке всем к это многосторонние переговоры и принимают участие в консультациях и полный спектр депутатов верховного рада украины представители каждой политической силы экспертное сообщество это только у нас внутри снаружи это еще и все государства гаранта который сидит перечислил но в офисе президента давая интервью грузинскому телевидению он сказал назвал стран грант израиль великобритания польши турция каната сша германия и вся пятерка безопасности включая российскую федерацию как постоянно арф принимает условия наличия гарантов да конечно конечно куда деваться она даже рада потому что большинство санкций санкций велика теория такой перебрасывает недвусмысленный мостик если мы будем здесь хорошими как интересно так не работает но у них появляется надежда по крайней ну хорошо вообще никакой надежды нет не санкции не отменят все потому что санкции санкции помимо всего того что произошло в украине введены еще и по другим причинам а эти другие причины марк неисчерпаемы мирное соглашение это хоть какой-то конструктив хоть какая-то надежда также вообще просто просто поломана экономика через два месяца да да но здесь надо еще кстати добавить что вот сейчас перспективы если мы обсуждали что опасны прямые переговоры попытки покинуть киев президенту зеленскому то сейчас одновременно возникла ситуация при которой и путин боится вообще куда бы то ни было выбывать потому что он будет считать что я поеду на встречу здесь камене там и грохнут пойдут на такую как мерзость не крутятся такие разговоры там ходят всякие поэтому надо бояться что его не пустят обратно в россию боятся его могут заварить в бункере вот он болтаясь край действительно оказался бункер я и не знал говорят что он там вместе с кабаевой между прочим вот потому что кабаева лугана не находят ну посмотрим не знает слухи это же непроверяемая вещь но хорошо вернемся к байдену байден который и визит большой польши 800 миллионов которые поставлены вооружение украине то есть все это вместе все-таки твой скепсис как-то меняет относительно каких-то дальнейших перспектив или усугубляет в офисе есть пословица такой знаешь как звучит нет пока указ не увижу не поверю пока не вижу этого выражения здесь здесь я буду скептик знаешь как говорят американцы есть и такой умный покажи свои денежки ну типа того покажу невооружение но ты считаешь перспектива все же слабая потому что я считаю что перспектива как как раз есть но война это не столько про штуки метры и тонны как мы говорили сколько про ритма важно еще по темпам успеть что конечно раскачаются запад очень медленно но трехуют в нужную сторону конечно дадут вопрос когда они дадут темпы 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 каждый день гибнут дети пока запад раскачивается это уже ладно там неудобно так говорить но в принципе они же сами декорированы частью европы вот европейские дети гибнут сейчас они все качаются давать кусок железа или не давать не надо нас сто шестьдесят семь тысяч смотрит это много это много видимо присоединился весь генштаб но хорошо у нас еще есть время 20 минут мы в эфире сколько 5 минут отлично значит это мы тоже более-менее обсудили но вот все-таки ты считаешь что больше который раз за разом инициирует возможность ввода миротворческих сил на территории украины как свое предложение не встречает поддержки ты считаешь и эта инициатива может ну покажите ваши денежки как я сказал но все для со временем разве что сказал главное он сказал что если прим будет применено химическое оружие надо вмешать да в частности уже уже появилась хоть какое-то хоть очень призрачное у это вот такое но условия гражданство нато раньше вообще категорически говорили наговорки были что даже если ядерное применить не будет вмешиваться да сейчас уже появилась химическая это прогресс прогресс существенно почему потому что вы скорее всего поляки рассказали байдену в польше польше очень менятно объяснить что на данных реальных разведки и все остальное что следующее польше если украина проиграет только вопрос только будет в том что каком количестве качестве будет российское вооружение надо понимать очень важную вещь которую мало кто понимает российская империя все свои победы одержала только когда украина была в ее составе украинцев было очень много армии российской теперь надеюсь все видят как умеют воевать украинцев и секрет побед красной армии понятие даже каждый второй офицер был украинц известная штука другом перетрактовывает но они были не украинцы это просто были украинские конечно да а главный этот самый главный полководец не превзойден на некем мире и в европе который взял девять столиц паскевич это полтавский помещу поэтому как это тут надо понимать что они имеют перспективу и партизанского конечно но если пойдут если там спустя какой-то исторический период возьмем это как интеллектуальную фикцию украина проиграет конечно не проиграем и украинцы присоединятся там просто как миллионы армии россии полтора миллиона добавится 400 тысяч украинской армии 500 набранных здесь из территории если удастся осуществить то что ссср сделался украина вернув ее в лоно то все это подъедет границам европы я не знаю как они будут сдерживать европейцев с их кволами армиями несчастными как они будут сдерживать эту угрозу поэтому для них перспектива очень простая если пойдет украина конец европе просто конец понимаете на поэтому найдут формы и способы гибридные полу гибридные которым сожрут сначала страны бартии потом саму польшу там балканы с румынии так далее так далее я не очень остро это ощущает я думаю что они нашли особо донести это до дуба это на и других партнеров подобную дальнюю и практически нереально но перспективу и это очень все просто помочь украине чтобы она закончила эту тему раз она всегда здесь на своей земле если уже такое началось уже нашей кровью но остановить вторжение в европу дайте железо нам не надо не бесполетная зона по большому счету лично мне не нужно нам нужно уже там этот сам дайте железо мы сами обеспечим бесполетную зону в 5 лиц он упаковки уже будешь еще собью мы сами все сделаем только дайте же нельзя кину дети умирают в подвалах понимает это безможен этот этот это всего под бомбы ну стран театр в мариуполе там же попала бомба правую часть говорят очевидцы где основное количество рожениц было туда рожениц собрались мариуполе со всего и туда пришла это бомб понимаете они нам надо они в нато там красиво выставляются и фотографируются саммит нато проведать и на словах поддержали мужество украинского народа можете не поддерживать оружие дать и украинский народ своим мужеством сам решит проблему так последний вопрос оставшиеся там пара минуток все-таки тема дискуссии относительно использование ядерное оружие москвой от шантажа переход к непосредственному этому использованию он сейчас в острый фазе на его обсуждают там и пентагон примеривается и те и другие третьи но в основном конечно публичной плоскости в сми и так далее и так далее ты считаешь что за период войны угроза применение ядерного оружия но прежде всего москвой она возросла существенно или все стало меньше стало да это окончательно перешло плоткой плоскость информационной борьбы от очень четко видно причем с обеих сторон поэтому опасаться всерьез применение давно уже будут несерьезно пугать да пугать будут у невозможности до самого крайнего дня окончания войны еще немного после будут применять что мы вот закончили проиграли могут как дадим сейчас след и так далее понимаю зачем пугают все все понятно понимаю почему реагируют эта часть повестки информационной там пинг-понга взаимных обвинений и так далее так далее это замечательная история ночью люди которые побоялись в россии объявить полную мобилизацию угрозу ядерной войны там точно не объявят хороший вопрос ну хорошо нас смотрит 180 почти одна тысяча человек мы не будем сильно эксплуатировать мы сегодня так задержать мы приносим извинения всем нашим зрителям ну так складывается обстоятельства мы тут с войной общаемся прямо с местом где идет война поэтому такие вещи могут происходить так что не не обессудьте благодарим алексей ну завтра как обычно 20 по идее никуда слава богу все будет тогда позволил себе да понимаем понимаем ну все тогда до завтра просил символа рода числа часа